Здравствуйте, дорогие друзья! Многие пациенты задают мне вопрос, зачем мне нужно планирование и проектирование? Во-первых, это нужно для того, чтобы посмотреть, как будут выглядеть будущие зубы. При этом не обтачивая зубы и ничего не удаляя. Но это как тест-драйв машины, ну или просто примерка платья, а не просто на картинке посмотреть. Здесь мы видим ситуацию, пациент хотел провести эстетику в порядок, а мы просто показали, как это может выглядеть. То есть это первый вариант. Второй вариант тоже самое, здесь напечатали модели, изготовили силиконовые ключи, ну и естественно это все подготовили. Это делается из быстротвердеющей пластмассы, которая достаточно легко потом удаляется. Один случай, второй случай, когда девушке тоже нужно было сделать виниры, она не знала, как это все будет выглядеть, и реально это все было просто показано на моделях. Так же сделали силиконовые ключи и все это достаточно быстро примерили. То есть было у нас вот так вот. В результате мы можем получить вот такую вот конструкцию. Вот наша улыбка. Сразу наша улыбка поменялась. Это нужно нам не только для того, чтобы посмотреть, как будут выглядеть будущие зубы. Это нам нужно еще для планирования имплантации, что очень важно. Например, вот такая ситуация у пациента. Не хватает зубов в верхнем боковом отделе. Также есть проблемы с суставом. Провели гнотологический анализ, посмотрели, как должны располагаться суставы. Суставы должны у нас располагаться вот таким вот образом. Кстати, у нас сразу меняется положение нижней челюсти, появляется высота. Было вот так. Делаем вот так. Далее загружаем это в программу, где проводим моделирование. Провели моделирование. Вот такие зубы мы должны получить в конце. Естественно, мы это все потом примеряем. Смотрим, как у нас это в полости рта. А теперь идем к тому, что я говорил. То есть это нам нужно еще для планирования имплантации. Посмотрите, пожалуйста. Здесь не хватает третьего зуба, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого. Но мы видим корни третьего, четвертого, пятого у нас нет, шестой, седьмой и восьмой зуб. Теперь, если ориентироваться именно на корни зубов, то каким образом будут располагаться имплантаты? Вот так вот. Три, четыре, шесть, семь. А теперь смотрите, как это будет коррелироваться с будущей постановкой зубов. Видите, как это теперь получается? То есть имплантаты не по оси зубов располагаются. Почему так произошло? Дело в том, что здесь отсутствует пятый зуб. И шестой, седьмой, восьмой просто сдвинулись. На этой фотографии мы видим, что имплантаты реально расположили именно по корням зубов. Но располагая по корням зубов, мы не получаем эстетического результата. Если мы будем располагать имплантаты, ориентируясь на будущее положение зубов, то у нас получится вот такая вот картинка. Обратите внимание, что имплантат, получается, находится как бы между костью и корнем. Шестого зуба. Если зуб удалить, то фреза будет постоянно соскакивать в сторону пустоты. И для того, чтобы этого не было, мы изготавливаем специальный хирургический навигационный шаблон. Вот с такими втулками. Что дают нам эти втулки? Первое. У фрезы имеется стоппер. Соответственно, при сверлении стоппер не позволит фрезе уходить в глубину. Также эта втулка не позволит фрезе сдвигаться влево, вправо, вперед, назад. Таким образом, наш имплантат будет установлен точно в то место, куда мы запланировали. И наши зубы будут располагаться точно по оси установленных имплантатов. Здесь мы видим 3D-принтер с напечатанными моделями. Также на этом 3D-принтере мы печатаем хирургические навигационные шаблоны. Хочу сказать также, что в клинике Dr. M есть все необходимое оборудование и программное обеспечение для того, чтобы проведить цифровое моделирование, а также печать моделей и шаблонов для хирургической навигационной имплантации. До новых встреч!